Всем привет! На связи Геи Торо. Сегодня я на своем примере покажу, как система борется с частным мнением, которое выражается, и как она реагирует. И у меня возникают вопросы, дальше вы увидите какие. Итак, смотрите. Я просмотрел видео Ивана Боброва. Иван Бобров – это человек, на которого я подписан. Со многими вещами я с ним категорично не согласен. Тем не менее, я его смотрю, иногда какие-то там... То, что он про Трампа, про Путина гонит, это мне, конечно, совершенно... Я не понимаю, то ли он осознанно это делает, то ли неосознанно, но речь не об этом. Там был персонаж, у него совместный ролик, где он проводил Джулипо. Да, Джулипо. Я просто его посмотрел и выразил по этому ролику свои какие-то замечания, свое мнение высказал после просмотра этого ролика. Я высказал свое мнение, записал об этом ролик. Выложил его на Ютубе. Вот, этот ролик собрал до какого-то момента определенное количество просмотров. Вот, разоблачение Джулипо. Это ролик был 26-минутный. Набрал он 2714 просмотров, 80 комментариев под ним было. И 71,9% это количество отметок нравится. То есть, я высказал свое мнение после просмотра Ивана Боброва, его канала. Я не смотрел ее канал, это и Джулипо. Я там высказал свое мнение по поводу того, что она говорит. Во-первых, это ее никнейм, прозвище в интернете Джулипо. На самом деле, сразу понятно, что это не Джулипо. И люди в комментариях мне дальше писали, кто она на самом деле является. Да, она действительно Юлия, но не Джулипо. И фамилия у нее совершенно другая, Леонова. Вот, так вот, я это все записал, то есть, высказал мнение. На меня в какой-то момент обрушился шквал негатива. Вдруг, как по сигналу видно, эта информация дошла до Джулипо, до ее агентов. Они начали писать негатив. На мне, на электронную почту, вот я тут выделил, смотрите, была отправлена претензия от Джулипо. Там, да, службы безопасности, альвасара и так далее. Вот. Они начали атаку на мой канал, на мое видео. Видите, вот один из комментаторов написал с псевдонимом Girls Girls, Леонова Юлия Владимировна, даже возраст указан, дата рождения. Далее, так. В общем, смысл какой? Пошла волна негатива, потом претензия, затем они подали разбирательство на Ютуб, Ютубу, выставили претензию на мой ролик. Здесь они пишут, что была там указана конфиденциальная информация, вот видео, начиная с двух минут по пять пятьдесят, пять минут пятьдесят секунд. Вот в этом отрезке какая-то, ну, приватная информация была раскрыта, мне надо было либо это отреагировать, удалить. Я там подкорректировал, заретушировал, а они продолжали писать вот с двух, ноль, трех, две минуты, три секунды, по пять минут пятьдесят один продолжается эта ситуация. Затем было, в общем, Ютуб мне прислал информацию, так, 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 что вот. В общем, опять претензия уже от Ютуба, очередная по их жалобе. Затем, видите, была получена информация о нарушении авторских, ну, претензия по авторскому праву. Вот это Джули Пло или агент Масонов. Это как раз по этому, вот по этому ролику, вот по этому вот ролику. Что значит авторские права, претензия по авторским правам. Вот, что где-то что-то использовались, какие-то там включены. Причем авторские права могут быть на само видео, то есть на фрагменты в этом видео, даже на комментарии под видео могут быть наложены авторские претензии. То есть все можно, на все можно выстоять претензию. То есть если у тебя на канале комменты не понравились правообладателю, там, не знаю, псевдоним, кличка, сценический псевдоним, может быть, Джули Пло тоже, это же тоже авторский, это же Бреттон. То есть это тоже может на основании этого выставляться претензия. То есть тысяча вариантов выставить претензию. И подчеркиваю, у меня канал маленький, всего 716 подписчиков, то есть канал ни о чем. При этом против этого видео, против моего канала ведется массированная война. Подключенный тут, да, таким образом, всякие разные варианты. Вот, то есть это видео было у меня заблокировано по нарушению авторских прав. MediaCube Network. Это тот, кто выставил претензию на основании чего мое видео было заблокировано. MediaCube Network, это я зашел на их сайт. В общем, они занимаются продвижением ваших видео на YouTube. Они защищают ваш контент, защитой вашего контента занимаются. Они работают вместе с создателями и помогают вам монетизировать. Вот, то есть ситуация какая? Я высказал твою точку зрения по Джулипо. Я высказал предположение, что Джулипо – это не ее настоящее имя и фамилия, что это астенический псевдоним. Наверняка этот астенический псевдоним у нее защищен авторскими правами. Вот. Она хочет жить в комфорте. Она любит комфорт, она привыкла к комфорту. Других своих слушателей, как она их там, не знаю, последователей, она призывает жить в деревнях. Это меня как бы тоже, да, порезало слух. И она также выступает за то, чтобы ужесточить цензуру на YouTube. Сделать для того, чтобы ты мог выгружать какой-то контент на YouTube, ты должен получить аккредитацию, сдать, получить лицензию, пройти обучение, сдать, получить сертификат о том, что ты соответствуешь каким-то нормам и правилам для выставления вообще оценки своего оценочного суждения. Ты должен получить какое-то разрешение. И она вот очень за это радует. То есть, вы понимаете, она хочет ограничить вообще свободу слова до вообще никакого состояния, то есть до полного нуля. Итак, всего-то канал, всего канал 716 подписчиков. Канал ни о чем. Против этого канала развернута широкомасштабная операция. Видео это было удалено. Здесь есть комментарии под этим видео. Естественно, вы их уже не увидите, потому что я вижу только у себя их в кабинете. Люди писали свою точку мнения, кто такая Джулипо, свое какое-то оценочное осуждение, и все это было удалено. Сейчас это только есть у меня в личном кабинете. Я высказал свою оценочную точку зрения, мой контент, информация, мое мнение по Джулипо было удалено. Очень активно. Они за это взялись. И к чему я это все рассказываю? У меня маленький канал 716 подписчиков, я уже сотый раз это повторяю. Есть блогер Анатолий Шляхов, у него было максимум на YouTube 1100 подписчиков. Понятно, YouTube ему отматывал подписки, просмотры. Его канал был удален, все его каналы последующие были удалены, все его соратники, которые публиковали его видео на YouTube, тоже были заблокированы. Сейчас он ушел на свою платформу, ушел на свой сайт ау.ау.тв, там вы можете ознакомиться с его информацией, материалами. Это каналы ни о чем, но против них ведется ожесточенная борьба. Кто такая Джулипо? Ну это уровень, да, вы понимаете, определенный уровень блогера. Да, определенный, со своим количеством подписчиков и так далее. Она за авторское право, она за монетизацию, она за комфортное проживание, а в это время вы должны жить в деревне, потому что она привыкла к комфорту, она хочет ввести цензуру на YouTube, аккредитацию, сертификацию, лицензии, чтобы вы могли тогда что-то выкладывать. Ну это такие ее, тезисно, потому что она там вот рассказывала, говорила, и там еще какие-то другие соображения были. То есть человек, который несет добрые знания, благодать миру, она вот таким образом, эту благодать хочет с закрытием каналов, с закрытием видео, с какими-то негативными отзывами через своих там, не знаю, представных аккаунтов, или какие-то там, не знаю, люди от ее имени что-то там пишут, или ее соратники. Подключена вот эта компания, MediaCube, к разбирательству. К чему я это все? Я уже пришел к выводу, к тому, что вот такой, есть каналы, которые маленькие, их убивают, а есть каналы, которые большие, и с ними ничего не делал. Вот канал Алексея Навального, у него почти 5 миллионов подписчиков. Почти. Распиаренная фигура выступает против власти, против коррупции, тра-ла-ла, бла-бла-бла. Казалось бы, если было бы желание, этот канал бы заблокировали в течение там, одной минуты. Этого Алексея Навального бы, ну, не знаю, что бы с ним сделали, в самом ужасном варианте, даже не хочу представлять об этом. С ним сделала бы система власть, я уже высказывал свое мнение своим знакомым, близким, что Алексей Навальный и другие блогеры, которые имеют огромное количество подписчиков, и в том числе, конкретно сейчас я говорю Алексея Навальный, это мое оценочное мнение, осуждение, предположение, что он является продуктом самого Кремля, самой власти российской, вообще вот этой вот, всего вот этого вот глобального мирового порядка. Он является одним из, ее чертов табакерки. Какая у него работа получается. Его канал, огромное количество просмотров, огромное количество подписчиков, он в тренде, ему разрешают говорить, он рассказывает, он выводит людей на улицы. Это первое. Определенный клапан, через который идет стравливание давления. Тарас, это удобно именно, это продукт самого Кремля, самой власти. Тарас, второе, они показывают, что у нас есть оппозиция, видите, вот в лице Навального, у нас свобода, у нас есть оппозиционер Навальный, который водит толп людей по кругу, по замкнутому кругу, вот он их водит, 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 у нас свобода, видите, у нас есть свои оппозиционеры. Вот, то есть клапан, второе, для сброса давления, первый клапан для сброса давления, второе, это то, что у нас есть оппозиция, третье, на этих митингах они могут выявлять активных и их, соответственно, ликвидировать, изолировать. Четвертое, выгода, это те, которые за Путина, они теперь говорят, что это были уловки Навального, это он спровоцировал, Путин хороший, Навальный плохой, то есть таким образом укрепляется положение Путина. Тем, кому Путин не нравится, пожалуйста, у нас есть Навальный, видите, мы свободны, то есть здесь получается выгода и для власти, для Путина, потому что у меня даже вот в родственниках есть, ну, почти, у меня все за Путина, практически, и они говорят, если что-то там говоришь, какое-то мнение по поводу ситуации в стране, они говорят, это уловки Навального, это его провокации, бла-бла-бла, то есть они через Навального отмазывают Путина. То есть Путину выгодно раз, и Путину выгодно, что у него есть оппозиция, два. Задайте себе вопрос, если канал 716 подписчиков, его видео удаляет, ему запрещают высказывать свою точку зрения, канал Анатолия Шляхова, многократно были его блокированы, удалили полностью с Ютуба, вообще его, в принципе, в интернете, кроме его собственного сайта, нигде не найти. И Навальный, это для многих является символом свободы, открытости, правдивости, канал, у которого 5 миллионов практически подписчиков, крайнее видео тут 22 миллиона за две недели просмотров, задайте себе вопрос, что это за человек? А может быть, это просто черт из табакерки? Это мое мнение, пишите в комментариях, что вы думаете по всему этому озвученному, и желаю вам всего самого лучшего, крепкого здоровья, и до связи, пока!